МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему в немецком национальном районе избавляются от коров? Получайте меньше или на работу можете не приходить. Перед таким выбором оказались этой весной 25 сотрудников одного из детских садов Хабарского района. Прачки, уборщицы, помощники-воспитатели. Чтобы не стать безработными, специалисты перевели их на сокращенную ставку. Причины неожиданных перемен теперь выясняют в суде. Анастасия Дороган продолжит. Комплекты постельного белья на сотню с лишним детей. Постирать, погладить, а там уже снова менять пора. Эта работа не заканчивается никогда. Вот только платят за нее теперь меньше. Сотрудникам прачечного детского сада «Родничок» урезали зарплату. Получали 11 300, сейчас получаем 8. Ну, на 2 с копейками, там подоходные убирается. Потеряла 5 тысяч. А это 5 тысяч. Когда постель, меняем очень тяжело. Шесть групп по 20 детей. Это нужно все перестирывать, гладить. Еще я веду документацию, мы еще и шьем. Все, что нужно, делаем. Нам как бы часы сократили, заработную плату сократили, а работу оставили прежней. В январе 25 сотрудников детсада «Хабаров» в прачке, сторожи, повара, помощники воспитателей получили уведомление. Ваши ставки урежут в связи с оптимизацией расходов. Каких не объяснили. А не устраивает? Увольняйтесь. Люди сразу написали коллективное возражение. Но 19 марта, в последний день принятия решения, все согласились. Рассказывают, директор детсада настоятельно просил их принять новые условия. Ведь и сама бы потеряла два десятка работников. Заявление пишите, что мы согласны на 0,8 работать. Если бы мы не подписали, я бы 20 марта на работу уже не пришла. Это вам так прямо сказали? Да, всем. Всем, не только мне, всем. В районной администрации ситуацию объясняют так. Родители воспитанников часто жаловались, что сотрудники детсада рано уходят домой. Специалисты местного комитета по образованию оценили эффективность каждого сотрудника. И в итоге официально уменьшили объем работ. А вместе с ней и зарплат. У них и обязанности. Те, которые фактически не исполнялись по хронометражу, когда мы проводили, просто они были исключены из должностных. И хронометраж показал, что работу свою, например, те же помощники и воспитатели, они выполняют не за 7 часов, как положено, а не за 6 в ней укладываются. А вот эта оптимизация, она в связи с чем? Также экономия бюджета районного или? Ну, в том числе. То, что дело в экономии за счет урезания ставок, уверенный адвокат работников Андрей Логинов, который защищает их интересы в суде. Оптимизация расходов, то есть, простыми словами, экономия своих денежных, бюджетных средств не является основанием для сокращения рабочего времени, для сокращения ставки, простыми словами, каждого работника. Поэтому данные действия нельзя определять законными. В Министерстве образования и науки Алтайского края объясняют, изменение штатного расписания – компетенция самой образовательной организации. В случае с Хабарским детским садом пересмотр должностных обязанностей, вместе с ним и зарплат, возник из-за слияния двух учреждений. Это не связано с введением нового размера МРОД, либо сокращением работников, утверждает в Министерстве. Ведь в бюджете края достаточно средств для помощи бюджетам районов. Правительством Алтайского края в систему образования в полном объеме доведены средства, которые необходимы для увеличения минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года. В систему общего и дошкольного образования будет направлено 623 миллиона рублей. Кроме того, в муниципальные районы более 800 миллионов рублей. А пока образовательные организации действуют каждый в рамках своих компетенций, но удивительно синхронно по времени и методам в разных районах края. Несмотря на дополнительное финансирование, в некоторых районах фактическая зарплата не только не растет, но даже и снижается. Наши новости уже сообщали, что подобным образом ставки были урезаны в учреждениях образования Шипуновского и Крутихинского районов. По Хабарскому выводы сделат суд, куда обратились сотрудники детского сада. По остальным собственную проверку и выводы обещали подготовить профсоюзы. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости. Четыре года проведет в колонии бывший руководитель Барнаульской управляющей компании Южком и экс-депутат городской думы Александр Черданцев. Он признан виновным в хищении денежных средств в особо крупном размере. Следствию пришлось провести более 200 допросов и свыше сотни экспертиз. В итоге установлено, что Александр Черданцев и его сын собирали деньги с жителей 84 домов за уборку придомовых территорий и ремонт на строительные работы. Средства поступали не ресурсоснабжающим организациям, а на расчетные счета подконтрольных ему трех фирм. Похищенные обвиняемые обналичивали. Общий ущерб оценивается в 8,5 миллионов рублей. Суд признал Александра Черданцева виновным в присвоении и растрате и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в части исковых требований суд взыскал с Черданцева 4 миллиона 477 тысяч рублей в пользу Барнаульского водоканала. С подсудимого также взыскано более 600 тысяч рублей за услуги адвоката и оплату проведенных экспертиз. Напомним, ранее сын бывшего руководителя Южкома, также обвиняемый в присвоении и растрате, приговорен судом к трем годам лишения свободы условно. В Барнауле сегодня закрыли еще один торговый центр. Праздничный приостановил работу по требованию прокуратуры в связи с многочисленными нарушениями пожарной безопасности. Это уже пятое закрытие в Барнауле. Между тем, судьба развлекательного комплекса Первомайский остается под вопросом, несмотря на то, что большинство нарушений так и не устранено. Накануне Центральный районный суд Краевой столицы по просьбе ответчика вновь перенес дату заседания. С подробностями Валентина Аскерова. Бутики, фудкорты и крупный гипермаркет. Всего около 60 отделов, в том числе популярный кинотеатр, закрылись сегодня в принудительном порядке. Причина – массовые нарушения пожарной безопасности. Не работает противодымная система, стены отделаны горючими материалами, а в некоторых помещениях полностью отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. Но администрация торгового центра с решением не согласна, а само закрытие стало для них неожиданностью. Решение о прекращении деятельности стало неожиданным для администрации ТРЦ, поскольку соответствующее постановление было получено только 14 мая в 18.00. Ночные сборы – уже традиция. Утром 15-го судебные приставы опечатали все выходы. Ситуация, как под копирку, напоминает историю с торговым центром «Гулливер», который закрыли в конце апреля. Арендаторы в спешке были вынуждены выносить вещи и документы. Новое место большинство нашло не сразу. Так, одна из турфирм за неделю без офиса потеряла больше 20 клиентов. Это минимум 300 тысяч рублей. Убытки в плане потерь клиентов, возможно, плюс еще затраты на грузчиков. Когда торговые центры откроются, теперь решают суду. Заседания пройдут в конце мая. Между тем, вчера в Центральном районном суде так и не смогли определить судьбу ТРЦ «Первомайский». Напомним, это уже второе слушание. На 1-м, 8-го мая назначили экспертизу о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности. В экспертизе, там они также выявлены нарушения, несут угрозу жизни и здоровью посетителям, сотрудникам, и предпринимателям. В части, касающиеся нарушений, нарушен монтаж системы оповещения, сигнализации и системы пожарной. Пока в Первомайском, по оценке сотрудников МЧС, устранены далеко не все нарушения, ответчики жалуются на нехватку времени, якобы не успели ознакомиться с заключением. Заседание перенесено на 23 мая. Прокурорские проверки торговых центров края продолжаются. Валентина Аскирова, Николай Шилко, Андрей Печоркин. Наши новости. В Барнаульске молочный комбинат и еще три компании заподозрили в сговоре по установлению одинаковых закупочных цен на сырое молоко в Поспелихинском районе. Дело возбудили Краевое управление Федеральной антимонопольной службы. Под подозрение попали также три индивидуальных предпринимателя. В марте они одновременно снизили закупочную цену на молоко до 15 рублей за литр. Специалисты антимонопольной службы сейчас проверяют экономическое обоснование установленных цены, выясняют, был ли сговор бизнесменов. Если да, то виновникам грозит административная ответственность. Для должностных лиц от 40 до 50 тысяч рублей, либо дисквалификация на срок от 1 до 3 лет. Для юридических лиц не менее 100 тысяч рублей. Всего с начала этого года в Краевую антимонопольную службу поступило 60 жалоб на скупщиков молока. Специалисты отмечают, что это рекордное число обращений. Сейчас ФАС анализирует ситуацию на рынке закупа сырого молока в 30 районах Алтайского края. Ну а тем временем жители немецкого национального района Массово избавляются от коров. Держать по нескольку буренок невыгодно. Закупочная цена на молоко упала до критической отметки 14 рублей за литр в этом районе. В плачевном положении владельцы личных подсобных хозяйств и даже небольших животноводческих ферм. Анастасия Дороган продолжит. Свое белое золото Наталья Качай бывало выносила ведрами. Еще зимой оно стоило 22 рубля за литр. Цена небывалая. Женщина держала 8 коров и думала купить еще. А вышла наоборот. В марте распрощалась с четырьмя буренками. Закупочная цена на молоко рухнула. Мы отдаем вот литр молока 14 рублей. Вы в городе сколько покупаете? Лимонад сколько стоит? Вот сколько? 50. 50. Разница. Есть. Мы, чтобы прокормить коровку, да, мне надо на день. Я покупаю тюк сена полторы тысячи. Ну, на дня четыре только хорошо. А это местное стадо. Вернее, то, что от него осталось. Почти столько же сдано на мясо. К примеру Натали последовали и другие, услышав, что 14 рублей за литр – еще не предел падения цены. В такой ситуации сдавать бы больше молока, рассуждают жители. Да выделенный подпастбищ и участок сплошь сухостой. Фермер Владимир Симонов для своих коровок даже оформил в аренду гектар в поле. Только живую травку будут уже бараны. Искусственно покрывал коров, выводил породу. Больше 30 литров давали. 36, 40, 42 давал корову. Пришлось убрать кредиты и продал 13 дойных коров. Продал как мясо. Осталось, можно сказать, ничего. Два теленка осталось. И вот, чтобы меня пастуха держать, еще взял у населения телят. В поисках лучшей цены некоторые жители пробовали сдавать молоко напрямую переработчикам. Алексавенко выдержал пару месяцев и сделал вывод. На заводах таких энтузиастов, как он, не ждут. Там такие требования. Туда хоть сливки заноси, вы оставили жирность такую же, как в общем. Конечно, выгоднее общаться с перекупщиками. У них-то наш. А наш, там сколько, 200-300 литров. Для нас ничего, это для них ничего не значит. Крайне низкая закупочная цена на молоко и в других районах. Так, в Михайловском литр стоит 13 рублей. А по сообщению специалистов антимонопольного управления, минимум по краю 12 рублей. В четыре раза меньше, чем литр молока на полках сетевых магазинов. Переработчики объясняют, на рынке переизбыток молока. Грубо говоря, 2,5 миллиона литров в сутки дает сельское хозяйство. Их нужно во что-то переработать. Только молочные продукции у нас в Сибири не съест. В Министерство сельского хозяйства Алтайского края жалобы на низкую закупочную цену поступают регулярно. Большинство – от личных подсобных хозяйств, которым господдержка не положена. Животноводческие фирмы могут рассчитывать на молочные субсидии. В среднем 50 копеек за литр. Проверки низких закупочных цен в крае продолжаются. Управление Федеральной антимонопольной службы намерено проверить версию переработчиков по формированию именно такой низкой цены на молоко. Производители надеются, что случится это раньше, чем в селе не останется ни одной буренки. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости. Продолжаем выпуск. Барнаульскому бизнесмену Павлу Тулину отказали в праве арендовать парк Изумрудный. Такое решение сегодня вынес арбитражный суд края. Напомним, спор между бывшим и новым арендаторами длится уже второй год. Все это время парк не работает, аттракционы не запускают, мероприятия не проводят. Новый владелец считает, что развивать парк не дает бывший арендатор, который не убирает свое имущество с площадки. Павел Тулин, напротив, утверждает, что его незаконно пытались лишить права арендовать Изумрудный. Предприниматель даже подал иск в суд о признании недействительным договора перенайма земельного участка. Несколько месяцев заседания откладывались, но сегодня суд вынес вердикт не в пользу Тулина. Впрочем, бывший арендатор парка пояснил в разговоре по телефону, что намерен оспаривать решение арбитражного суда. Как с нуля построить детскую площадку и спортивный комплекс под открытым небом? Жители Камарского объединились, чтобы благоустроить целое село. Теперь у них есть детская площадка с современными тренажерами, где с удовольствием проводят время и дети, и взрослые. Рассказывает Ирина Корчагина. Моросящий дождь и ветер не останавливают жители Камарского. Сельчане вышли на общую уборку. Для их детей эта территория – настоящий оазис. Пару лет назад местная администрация выиграла грант на строительство детской площадки. С горками, качелями благоустраивали небольшой парк всем селам. Вокруг крапива, бурьян. Все это мы убрали, вывезли. И на этом месте построили эту площадку. Ей уже пять лет в этом году. Вот у меня восемь внуков. Это здорово, что у нас преображается наше село. Очень много, что это все-таки на благо наших детей. Для полного счастья, говорят сельчане, не хватало только спортивной зоны. За помощью жителей обратились в фонд Александра Прокопьева. Фонд социального содействия старается поддерживать тех людей, которые делают что-то нужное и правильное для своей территории, для людей, которые живут рядом. По поручению Александра Прокопьева фонд сделал подарок жителям Комарского. На площадке установили несколько уличных тренажеров. А сколько раз так можешь сделать? Раз десять. Надя побила свой личный рекорд. Теперь ей легко удаются три подхода на пресс, и девочка ставит новые цели. Разрабатывать ноги и руки. И пресс качать. Детей сюда ходит очень много, и все любят здесь играть. Всем очень нравится, все очень рады. В этом году здесь благоустроят зоны отдыха. Администрация выиграла еще один грант. Скоро проведут электричество, установят фонари, скамьи, асфальтируют дорожки. А уже 1 июня, в День защиты детей, проведут первый концерт. Ирина Корчегина, Павел Лаурнин, Александр Антропов. Сладнее всего днем ожидается в Заринске до 12 тепла. Температура в Бийске и Камьинаби плюс 13 градусов. Славграде, Олейске и Белокурихе 16 выше ноля. В Рубцовске плюс 17. В Барнауле 16 мая возможен дождь, ветер умеренный. Температура ночью плюс 2-4. Днем до 13 градусов тепла. Все новости к этому часу. Хорошего вам настроения и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!